Совсем недавно отгремела премия Муз-ТВ, которая вернулась после трехлетнего перерыва. Это событие запомнилось не только яркими нарядами звезд и их выступлениями, но и скандалом, вспыхнувшим между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым. В начале июня Ольга Бузова оказалась под огнем критики из-за откровенного наряда на ВК-фест. Певица объяснила, что совершенно не хотела задеть чьих-то чувств, что она просто, как и всегда, сделала ставку на обсуждаемый лук. Однако после освещения наряда в СМИ, Ольга все-таки стала одеваться поскромнее. Так и на премии Муз-ТВ она показалась в закрытом сияющем костюме. В ведущей церемонии Николай Басков не смог проигнорировать этот факт. Бузову задел комментарий певца, и она не дала себя в обиду. Басков не стал конфликтовать с Ольгой на сцене, но позже вернулся к обсуждению ссоры. Николай опубликовал у себя в блоге видео с исполнением сложной партии и задел Ольгу, которую часто критикуют за вокал. «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», – подписал видео Николай Басков. Ведущая Яна Чурикова не смогла остаться в стороне и прокомментировала поведение звезд. Яна Чурикова намекнула, что Николай Басков перегнул палку. «Вы не могли бы дать два щелпана Николаю Баскову?» «Николай только что обидел двух моих курочек – Олю и Мари». «Я не знал, что они курочки». «Он был груб с ними». Ведь на премии досталась не только Ольге Бузовой, но и Марии Краймбери. «Золотой голос России» публично унизил певиц, посмеявшись над их нарядами. «Ты что, Чурикова, шеф женской полиции?» «Поэтому вступилась за Олю Бузову и Мари Краймбери». Но, во-первых, да. Коля проехался по девчонкам, приложил обеих за внешний вид, прошелся по псевдониму «Мари». «Ему и прилетело от меня и охранец Эльдара Джарахова», – написала Яна в личном блоге. 45-летняя Яна предложила задуматься, стоило ли говорить все, что вздумается. Нужно ли ведущему держать себя в рамках, или шутить можно на любые темы и стебать кого угодно. И можно ли обижаться, если ты в шоу-бизнесе, или надо радоваться любому пиару. Бузова назвала Баскова злым мужчиной и непрофессионалом. Вскоре к скандалу подключилась Алина Загитова, ведь и ей досталось от натурального блондина. Николай не остановился, когда на сцене появилась Люси Чеботина. В ее номере принимала участие знаменитая фигуристка Алина Загитова. Номер подруга запомнился декорациями, танцами и спецэффектами. Но после выступления Басков пошутил, что легендарная спортсменка стала для Чеботиной дорогой подтанцовкой. Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку. Видимо, Загитовой это не понравилось. Поэтому она в социальных сетях попыталась приструнить артиста. Сегодня посмотрела премию Муз-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Еще лучше найти время покрасить корни, сказала Загитова. Олимпийская чемпионка обошлась без имен, но все поняли, сообщение адресовано Николаю Баскову. Не осталась в стороне и подруга Бузовой, бывшая жена футболиста Павла Погребняка, участница шоу «Сокровищ императора» Мария Погребняк. Она сказала, что Баскову не место на главных сценах страны, а также на отечественном телевидении. По мнению Погребняк, звезды уровня Николая должны быть примером для воспитания молодежи. В данной же ситуации происходит все наоборот. У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой? Позор Николаю Баскову, который вместо того, чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам. Ответ Николая Баскова не заставил себя долго ждать. Он припомнил Марии ее драку с Миланой Тюльпановой. До какой степени деградации и распущенности надо дойти, это ваши слова Марии. А чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна себя вести достойно, обратился Басков. Что касается Ольги Бузовой, то она всерьез обиделась на Николая Баскова, хотя ранее они прекрасно общались и дружили. Смогут ли артисты помириться, никто не знает. Бузова всегда говорила, что не любит конфликтовать с коллегами, но скандальную ситуацию с концертом в Уфе она воспринимает достаточно остро и хотела бы ее забыть.